Роман Максимов В Москве состоялась премьера спектакля «Идиот. Оплаканный грех». А теперь более подробно об этих и других новостях. Государственный исторический музей в Москве отмечает юбилей – 150 лет со дня основания. Главное достояние столицы имеет богатую историю. В коллекциях уникального собрания хранятся художественные произведения искусства, древнерусская живопись, тропечатные книги и большой фонд археологических памятников. Крупнейший национальный исторический музей России был основан в 1872 году. Идея его создания принадлежит русской интеллигенции XIX века. Собрать особый музей исторических реликвий и архитектурных деталей впервые предложили граф Алексей Уваров и академик Бестужев Рюмин. Прошение одобрил император Александр II. По его приказу была создана специальная комиссия ученых-историков, которые определили концепцию будущего музея. Все-таки это единственный в своем роде музей, который рассказывает не только о государстве российском, истории его, но и вообще о истории развития цивилизации в нашей стране. Раньше буквально каждый человек на том или ином этапе своей жизни приходил сюда, потому что без исторического музея знать, понимать, а тем более уж изучать историю в школе, либо историю в высшем учебном заведении невозможно. Поэтому это не только наш праздник, это праздник нашей страны. На строительство музея работали лучшие архитекторы страны. По задумке здание и его оформление представляют идеалы древнерусского зодчества. Фасады украшены кокошниками и арками. Для внутренней отделки интерьеров использовались только лучшие и дорогие материалы. Каждый из залов уникален и оформлен в стиле своего исторического периода. Вот мы с вами находимся в залах и мы должны понимать, что вот сюда закладывалась идея, потому что каждый зал, особенно первый этаж, он несет определенную эпоху, определенную нагрузку. Это была идея Уварова. А развивая ее, Иван Игоревич Забельин сказал, что это музей не для времяпровождения, это музей для утверждения самосознания и развития самопонимания российского человека. И вот эту роль исторический музей выполнял всегда и будет выполнять на протяжении всего своего существования. Сейчас историческая коллекция хранит более трех миллионов экспонатов. В музее находятся 15 научных отделов. Это фонды древнерусской живописи, отдел изобразительных материалов, драгоценных металлов, нумизматики и других. Особую ценность представляют археологические памятники. Именно это собрание заложило основу музея. Это деятельность научных направлений. Например, археология. У нас около более девяти экспедиций, которые ежегодно выезжают. И главная их цель – это пополнение фонда Государственного исторического музея. Причем ежегодно, как правило, к нам приходят памятники, которые на рынках антикварных стоят миллионы и миллионы рублей. 150-летие исторического музея – праздник для всей культурной жизни России. На протяжении года здесь будут проходить масштабные выставки и мероприятия. Специально к юбилею сотрудники музея запустили проект «150 вечеров с Государственным историческим музеем». Посетители смогут провести праздничные вечера в стенах музея, где пройдут театрализованные и костюмированные представления – поэтические и музыкальные вечера. О том, как повлияла русская миграция на быт и моду Константинополя, расскажет выставка «Музей Востока». В 20-х годах прошлого века за рубеж уехали сотни тысяч российских граждан. В столице Османской империи они провели несколько лет. На экспозиции можно увидеть предметы и новшества, которые соотечественники привнесли в культуру города. Традиции европейской моды, восточная роскошь и стиль ар-деко, более ста экспонатов из коллекции фонда «Историка мода» Александра Васильева нашли отражение в экспозиции «Русский Константинополь». Выставка приурочена к годовщине русского исхода и напоминает о событиях после революционного периода, когда тысячи российских граждан эмигрировали из страны. Идея этой выставки принадлежит «Историку мода» Александру Васильеву. Он уже делал с нашим музеем одну выставку об эмиграции, которая называлась «Русский Китай». И вот теперь «Русский Константинополь». И он эту выставку довольно долго готовил. Большая часть экспонатов, которые здесь есть, они из его фонда. Основная ее идея, собственно, как раз рассказать о том, как русские беженцы сумели обосноваться в Стамбуле, и каким образом они на этот город повлияли, и что изменилось в Константинополе после их приезда. Знакомит с образом Турции начала 20 века первый зал экспозиции. Экспонаты отражают быт и предметы времени. Это богато декорированные одежды из разных областей Османской империи, инкрустированная мебель, ковры и восточные вышивки. Именно такой Турцию впервые увидели представители белой эмиграции. В 1920-е годы во всем мире стал популярен стиль арт-деко. Новшества и традиции этого модного течения привезли в Османскую империю русские эмигранты. В Константинополе арт-деко нашел отражение в архитектуре, одежде и украшениях. Большая волна русской эмиграции также принесла за рубеж любовь к искусству. В Турции стал работать театр оперы и балета. Многие соотечественники стали заниматься здесь художественным искусством. Часть экспонатов посвящена такой теме, как русское кафе, потому что это одна из сторон жизни, которая достаточно активно разрабатывалась русскими беженцами. Они открывали здесь кафе европейского типа, совсем не похожие на турецкие кофейни, к которым привыкли в Стамбуле. И это были не просто русские заведения, в которых подавали русскую пищу, борщ, пельмени и так далее. Но это были места, где люди проводили вечером время. Экспозиция «Русский Константинополь» — это уникальная встреча восточной и русской культуры. Познакомиться с ним можно в Музее Востока до 23 февраля. В Казахстане прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Ежегодную акцию проводит казахстанский филиал МГУ и русский дом в Нур-Султане. Будущие выпускники смогли проверить свои знания по главным гуманитарным предметам. В этом году Олимпиада впервые стала международной. В конкурсе приняли участие школьники из Узбекистана и Кыргызстана. В Минске начала работу Международная школа журналистики «Герои поверх границ». Медиаменеджеры и ведущие специалисты рассказывают, как изменилась профессия и какими навыками должен обладать современный журналист. Проект реализуют отечественные СМИ, Россотрудничество и фонд «Русский мир». Вызовы новой реальности, эпоха блогеров и меняющиеся форматы. С какими условиями сталкиваются современные журналисты. Как удержать внимание читателей и научиться по-новому работать с информацией. Откроют секреты преподаватели Международной школы журналистики. Проект начал работу в Минске 18 февраля. Участие в интенсиве принимают студенты, начинающие журналисты и профессионалы дела. Понятно, что коммуникации изменяются, ускоряются. У нас все больше непрофессиональной информации. Часть из них полезная. Приятно знать чужое мнение, приятно знать, когда кто-то на месте происшествия, даже если это непрофессионал. Традиционные форматы СМИ, печатные газеты, журналы, а также радио и телевидение столкнулись с давлением новых технологий. Эпоха глобального интернета перенесла с собой поток легкодоступной информации. Чтобы не потерять внимание аудитории, современные редакции должны использовать возможности социальных сетей, приложений и других онлайн-инструментов, считает генеральный директор автономной некоммерческой организации «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин. Сейчас появилась масса и площадок, и источников информации. Я имею в виду блогеров, прежде всего. И важно понять, каково же место журналистики в этом гигантском информационном потоке. Нельзя обрезговать ни ТикТоком, ни Инстаграмом. Там аудитория, и она гораздо больше, чем аудитория наших СМИ. Поэтому с этой аудиторией надо работать, ее надо осваивать. Школа реальной журналистики в Минске – это система дополнительного профессионального образования. Вместе с успешными медиа-менеджерами и обозревателями современных изданий участники адаптируются к новым реалиям и пробуют себя в новых сферах. По итогам двухнедельного интенсива слушатели смогут принять участие в конкурсе «Герои поверх границ». Авторы лучших работ будут приглашены на стажировки, ведущие отечественные СМИ. Музыкально-драматический спектакль по мотивам знаменитого Романа Достоевского представили консерваторию имени Щековского. Постановка «Идиот. Оплаканный грех» – это современное обращение к русской классике и глубокое исследование человеческой души. Лучшие традиции театрального стиля и живой музыки. Уже на протяжении нескольких лет проект «Новому веку. Новые имена» выпускает серию музыкально-драматических спектаклей. Они поставлены по произведениям великих русских писателей. Это творчество Куприна, Чехова и Толстого. Продолжает историю новая премьера в Большом зале консерватории имени Чайковского. Здесь состоялась авторская постановка по мотивам романа Достоевского «Идиот». Замысел автора. Достоевский, Бах изучают потенциал человека, меряют его вертикаль, поэтому для нас там ответы. И сегодня мы представим известный роман в камерном прочтении. Герой здесь узнаваемый, чувство правдивое. За этим к нам идет зритель. В мире стремительно меняющемся классика остается точкой опоры. Художественный формат спектакля соединяет музыку и слово. Каждый из артистов по-новому раскрывает творческий потенциал и личность своего героя. Подобранные театральные костюмы и декорации создают подлинный образ атмосферы русского мира эпохи XIX века. Играют в музыкально-драматическом спектакле выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Камерная интерпретация знаменитого романа объединила наследие классика и живые драматические композиции Иоганна Баха. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания.